Всех приветствую! Вы попали на канал Руни. Сегодня я с моим другом подобрал топ-6 новых пародий. И да, кстати, отдельное ему спасибо, что согласился помочь и поучаствовать в этом ролике. Доброго времени суток, друзья. И да, в этом ролике буду участвовать я тоже. Мы разделили этот топ поровну. О, Руни 3 и Я 3. Поэтому еще услышите, как я буду объяснять. А сейчас пройдемте по списку. Ну что ж, больше не буду тянуть. Начинаем! Шестое место нашего топа занимает игра под названием Фредбер Кастом Найт. В этой игре можно настраивать сложность ночи. Также есть два аниматроника, Спринг Бонни и Фредбер. Чтобы отбиться от Спринг Бонни и Фредбера, нужно моргнуть. Да, согласен, механика достаточно странная. Но именно поэтому она не на первом месте. Также в этой игре есть генератор, который нужно заряжать. Если вы не будете его заряжать, то у вас убьет Фредбер. Ну а пятое место нашего топа занимает игра под названием Пят ночи со шлепой. В этой ФНАФ породии вы должны следить за пельменями директора. Да, знаю, сюжет крутой. Вам будут мешать Попкэт, Бингус и, естественно, шлепа. Попкэт появляется на любой камере. Чтобы от него спастись, нужно на него посмотреть. Бингус появляется на телевизоре. Чтобы он ушел, на него нужно тоже посмотреть. Ну, чтобы спастись от шлепы, вам нужно смотреть на восьмую камеру. А точнее, кабинет директора. И шлепа также может зайти к вам в офис. Чтобы от него спастись, просто выключите лампу. На четвертом месте нашего топа располагается игра Пять ночей со Фроги. Эта игра была сделана русскими разработчиками и сделана довольно классно. И она отходит от концепции ФНАФа в целом. И выглядит как что-то нечто новое. Сюжет тут довольно долгий. Ну как, средний. И весь пересказывать я, конечно, его не собираюсь. Но часть сюжета все-таки вам расскажу. По сюжету игры события разворачиваются в городе Праге. А именно в спальном районе. Наш главный герой, ну его зовут Томас, купил себе квартиру. И денег после этой покупки у него, к сожалению, не осталось. И он начал искать себе работу. В газете он увидел объявление на службу ночного охранника. Ну, недолго думаю, он, конечно, согласился. Потому что работать в таком месте, как Сказочное Королевство, ему показалось круто. И он взял свой фургон, который, видимо, он готовил к зомби-апокалипсису. Или я не могу по-другому объяснить, почему он так выглядит. И погнал в Сказочное Королевство. По приезду в Сказочное Королевство, Томас врезается в беседку. Но там его встречает слуга Лоренси и говорит, что все нормально и беспокоится не о чем. Потом он проводит Томаса к его избушке. И говорит, что может погулять до начала его смены. По началу первой ночи. Правда, ночи тут подразделяются не на первую, вторую и так далее, а на неделю. В ночь, в понедельник, нам звонит Лоренси и объясняет что-то как. Он прикольно озвучен, вот послушайте. Алло? Здравствуйте снова, Томас. Как я и говорил, я позвонил вам в начале ночи. Извините, что не успел рассказать все заранее. Дел было совсем много. Сейчас я расскажу вам про ваши обязанности. Дальше начинается геймплей первой ночи. Конечно, там после каждой ночи будут диалоги, вам будут показывать всякую фигню. Но это я все вам показывать и рассказывать не буду. Единственное, что скажу, что одно из самых ключевых событий, это то, как Фроги убивает Лоренси. И после этого Томасу приходится остаться в замке до воскресенья. Остальное посмотрите, когда будете играть сами. Геймплей. С геймплейной части игра чуть-чуть отходит от первого и второго, да и вообще любого ФНАФа. Потому что, во-первых, какой тут нафиг офис? Мы сидим в какой-то долбанной избушке на курьих ножках. У нас есть лампа, спички, телефон и компьютер с камерами. Второе. Защита от аниматроников. Ну как, тут не аниматроники, тут игрушки. И тут нету никаких дверей, ни маски, ни аудиоприманок, чтобы их отогнать. Ещё одно отличие заключается в том, что наличие тех персонажей, которые тебя вроде бы не убивают и никак на тебя не влияют, но зато влияют на, по сути, концовку сюжета и уволят тебя вообще или нет. С другой стороны, геймплей не очень-то и сложный. Просто сидишь в камерах, там нажимаешь на сигнал тревоги, когда нужно, включаешь и выключаешь там лампу, заводишь шкатулку, ну, отбиваешься от аниматроников, просто доживаешь до шести утра. А теперь чуть подробнее про персонажей, которые будут вам портить жизнь на протяжении всей игры. Самым главным антагонистом в первой части является ягушка Фроги. Это большая игрушка, которая чуть потрёпанная и потеряла где-то свой один глаз. Чуть позже по сюжету вы узнаете почему. Активен сразу же с начала ночи, появляется справа снизу. Чтобы его отогнать, нужно выключить лампу. Следующий персонаж, который будет вам мешать, это кошка Китти. Она сделана из тапка, на этот тапок приклеили или, короче, приделали к ней кошачью морду. И вся эта нелепая конструкция держится на чём? На палке. Начинает активность со второй ночи, появляется в печке, её можно вычислить по светящимся глазам. Чтобы она ушла, нужно зажечь лампу. Третий персонаж, который, понятно, появится на третьей ночи, это крокодил Крока. По сюжету его потерял сын короля Фрогольда II, и теперь он вместе с Роггей Китти охотится на Томаса. На камере мы его не увидим, и единственное, где мы можем его рассмотреть, это на скримере и на послесмертном экране. Но зато мы его можем услышать. Он издаёт рычание, и довольно заметно. Его можно отследить как по камерам, потому что звук передаётся, и в офисе. Чтобы от него отбиться, нужно зажечь лампу. Он тоже, как Китти, не любит свет. Гномы. Как и Фроги, активность первой ночи. Хотя, по сути, гномы это даже не гномы, это Карлсон, Незнайка и Бублик. Они работают как марионетка во втором Фнафе, и всё лишь нужно заводить шкатулку, чтобы избежать их атаки. Золотой Фроги. Начинает свою активность четверга. По сути, заменяет Золотого Фредди. Но, если от Золотого Фредди во Фнафе нужно было там надеть маску или поднять планшет, то тут нужно достать телефон и сфоткать его. Ну как сфоткать? Посмотреть на её через камеру. Наверное, он пропадёт, но появится затемнение экрана, что порой им очень сильно мешает. А сейчас поговорим про второстепенных персонажей. Это Король Фрукаль II, его слуга Лоренси, дневной охранник Даниэль. Впрочем-то, это все основные второстепенные персонажи. Но есть ещё призрак Лоренси, он появляется после его смерти. И ещё, по-моему, есть призрак Софии II, по-моему. Но я не уверен, что он прям такой значительный. Но если что, вы можете их всех встретить в игре, поэтому вперёд. А теперь про механики. Механик в игре несколько. Это вышеупомянутая шкатулка с гномами, спички, которые заканчиваются, и лампа, масло в которой тоже кончается. На режиме Дня есть зажигалка. Я не знаю, можно ли это отнести к какой-то механике. А теперь моё личное мнение по поводу этой игры. Я прошёл эту игру и смотрел, как её проходят. Поэтому я считаю, эта игра тоже достойная вашего внимания. Поиграйте как-нибудь. Но это всего лишь 4-е место в нашем топе, поэтому мы идём дальше. На третьем месте нашего топа испугается игра One Night at Flamptis 2. По сюжету Flamptis похищает нашего главного героя и заставляет его играть в свою игру на выживание. Правила в которой просты. Продержаться до 6 утра. Если мы продерживаемся до 6 утра, Flamptis становится нашим лучшим другом. А если у нас не получается, Flamptis нас убивает. Геймплей One Night at Flamptis 2 схож со вторым ФНАФом. Только вместо маски у нас рычаг для выключения света и вентиляции, которые можно закрывать. Но только одну из них. Это нужно учитывать, когда вы отбиваетесь от врагов. В остальном система довольно похожа. Вы при игре в этом убедитесь. Главным антагонистом во второй части, так же как в первой, выступает Flampti-Bampti. Он активен с 12 часов ночи и довольно непредсказуем. Он может сразу же прийти в офис. Можно надеяться либо на удачу, либо отслеживать его по камерам. Правда, этого мало чем поможет. Чтобы его отогнать, нужно выключить свет. Клоун Грунгфус активен с 2 часов ночи и знаком этого можно считать то, что слева на стене вместо бумажки появится дыра. Сам клоун сидит на второй камере и имеет свою особую механику – счетчик терпения. Когда значения счетчика становятся нулевым, клоун вылезает из дыры и чтобы он нас не заметил, нужно выключить свет. Сова. Сова как персонаж уникален. Она была добавлена вместо бобра, а разработчик убил бобра за кадром. Провалился в унитаз. Помянем. Она сидит на третьей камере и спит, но ближе к часу ночи просыпается. Потом есть два варианта развития событий. Либо она полетит через правую вентиляцию на камере 5, либо полетит через левую вентиляцию на камере 4. Ваша задача – закрыть нужную вентиляцию раньше, чем она появится в офисе. Выключение света тут не помогут, так как совы хорошо видят в темноте. Золотой флампти. По сути, является заменой золотого Фредди. И есть такая теория, что золотой флампти – это злая сторона обычного флампти, что, скорее всего, так и есть. Появляется ближе к 4 утра справа в офисе. Чтобы его прогнать, нужно поднять камеры. Иначе вы словите очередной скример. Редмен. Активен с 3 часов ночи, но в отличие от других персонажей, он не появляется ни в офисе, и даже ни в вентиляции. И, по сути, чётко разглядеть мы его можем только во время скримера. По сюжету, он был человеком до того, как выпил лаву. А в игре он появляется в виде вируса на планшете. И чтобы избежать его атаки, нужно нажать на кнопку отмены. Казалось бы, всё легко и просто. Но эта тварь любит нападать вместе с другими. Например, с именинником Блэмом или с тем же Клоуном. Единственное, что я могу пожелать, это удачи с ним. Глазавр. Един из самых опасных персонажей в игре. Активен с 3-х часов ночи. Очень тяжело понять, когда появится в проходе. Тут чисто на удачу. И так как глаз у него больше, чем у всех остальных, то и счётчик разоблачения логично будет повышаться быстрее. Чисто в теории, сделан из трупов тех, кто не смог пройти игру с фламти. А теперь по поводу механик. Механик в игре немного, но тем не менее они есть. Первое, это вышеупомянутый счётчик терпения Клоуна и шкала разоблачения. Счётчик Клоуна, он убывает со временем, а шкала разоблачения повышается тогда, когда на вас смотрит один из персонажей. И ещё есть одна механика, о которой я не говорил, это заряд ноутбука. Если он сядет, то ноутбук отключится, и вам нужно будет подождать, пока он зарядится, и запустится система камер. Лично моё мнение. Игра мне понравилась, я несколько раз её проходил, и не только обычный ночной, и увлажнённый режим, который открывается после прохождения обычной ночи. Концовка прикольная. Там будут все персонажи флексить под 8-битную музыку, и если вы что-то пропустили, там забыли, вы можете увидеть заново всех персонажей. И, кстати, забыл упомянуть в начале. В самом начале первой ночи будет играть прикольная запись, ну как фон Гай в первом ФНАФе, только тут в виде песни. И там будет не очень оптимистичный текст, ну как эта инструкция, ну послушайте. Да, не очень оптимистичный. Ну в любом случае, это только третья игра в нашем ТОПе. Мы идём дальше. Серебряное место нашего ТОПа занимает игра Five Nights at Candice. Сюжет в этой игре основывается на том, что после разорения пиццерии с ФНАФ 2 появляется бургерная. В игре есть две автодвери и окно. Если аниматроники подходят к офису, они ещё будут видны на камерах, но при этом будут находиться и за дверью, а определить их можно только по светящимся глазам. Но есть исключения. Ну что же, давайте поговорим о аниматрониках. Олд Кэнди. У Олд Кэнди глаза не светятся в темноте, а значит, что дверью его нельзя заметить. Есть два способа узнать о том, что он рядом с дверью. Посмотреть на камеру в планшете или же можно прислушаться к жутковатым и тихим звукам. Рэд. Может выйти через правую или левую дверь. Когда он достигает офиса, то ждёт, когда игрок опустит планшет и нападает на него. Кэнди. Если вы увидели Кэнди близко к офису, на камере, или же заметили его глаза в дверях, закройте их, иначе он убьёт вас. У Синди точно такая же механика, только Синди нападает через правый дверной проём, а Кэнди через левый. Честер. Проходит через левый дверной проём в офис. Если вы увидели его на камере 6 или увидели его глаза в левой двери, быстро закройте её. Если вы отвернётесь или поднимете планшет, Честер зайдёт и будет ждать момента, когда вы опустите планшет. Блэнк. Через некоторое время поднимет голову и будет смотреть в камеру. Потом он встанет и через время покинет свою комнату. Сразу же после того, как он покинет камеру 11, он будет находиться в камере 0.5. И если на неё посмотреть, когда Блэнк будет там, то он ударит окно кулаком в попытке проникнуть в офис. Его действия можно немного замедлить, если не смотреть на эту камеру. Если дверь не будет закрыта, когда он атакует, он ударит в окно и заставит свет в офисе мерцать, а потом он погаснет, что вскоре приведёт к скримеру Блэнка. Пингвин. Проходит через правый дверной проём. Затем, если он смог добраться до офиса, лезет под стол и при поднятии планшета случайно открывает и закрывает двери, что тратит энергию игрока. Шедов Кэнди. Он может появиться на камере 0.1. Шансом примерно 10%, когда Кэнди и Синди ушли. После этого он появится в офисе за окном. Если вы немедленно не закроете окно, игра вылетит. А перед тем, как огласить ту игру, которая заняла первое место в нашем топе, я осмелюсь предположить, как разработчики сделали эту игру. Вот моя теория. Хммм, а что если взять первый ФНАФ, улучшить графику и дать возможность игроку уходить? И мы получаем... Ну а если говорить серьезно, то игра вышла реально неплохой. Это всем знакомый первый ФНАФ, всем за сюжетом, только переведенным на русском. И с русской озвучкой. В геймплейной части почти ничего не поменялось. За одним исключением. Вы можете ходить. И игра вам не дает ограничений, куда вы можете пойти. Ну, как? Дает, но по всей пиццерии походить вы сможете. Ну, кроме кухни, но и туда вы тоже можете попасть с помощью определенных махинаций. Ну, те же камеры, те же аниматроники, только лучшая графика. Как я уже упоминал ранее, все четыре аниматроника вам знакомы, если вы когда-нибудь играли во ФНАФ. Бонни, как обычно, идет через лево, Фокси бежит тоже через лево, Фредди и Чико идут, как обычно, через право. Ничего не поменялось. Ну да, они стали более графонистыми, и теперь они могут ходить не только по заданному маршруту, но если увидят нас, они могут пойти прямо за нами. Сюжет по сравнению с первым ФНАФом поменялся только никак. Ну, мы играем с того же охранника, только теперь мы можем увидеть свою внешность, либо активировав пасхалку на ролик, либо посмотрев вниз на свое тело, либо проделать определенные махинации через камеры. По поводу фишек геймплея. Кроме ходьбы, мы можем знатно троллить иниматроников. То есть, если там Бонни приходит к двери, мы можем просто уйти из офиса, и он уйдет, и будет проделать весь путь заново. Можно ослепить Фокси, что замедлит его, ну, застанет его на одном месте. Правда, если вы не успеете спрятаться, он потом вас догонит и... съест. Ну, ладно, не съест, но все же. А вот чего разработчики реально завезли, так это кучу всяких разных пасхалок. На них можно потратить один ролик, и может даже и не один. Можно отметить такие пасхалки, как носик, как смотрение аниматроников в камеру, плакаты плачущих детей, правила, ну, плакат Голден Фредди, Уильям Афтон, ну, или Фиолетовый Человек, и многое-многое другое. Ну, и, наконец, мое личное мнение по этому шедевру. Эта игра, она офигенная. Да, порой вам может наскучить геймплей первого ФНАФа, но возможности геймплея это все закрывают. Возможно, у вас сложился вопрос, а какого хрена я вам не показал все пасхалки, не показал, как троллить аниматроников. Сейчас объясню, почему. У меня произошли небольшие проблемы с записью геймплея, после чего у меня вообще игра вылетела с фатальной ошибкой. Я до сих пор не могу понять, почему это произошло. Ну, если говорить по фактам, Крепи Найтсет Фрейдис это только первый ФНАФ с возможностью ходьбы и улучшенной графикой. Не знаю, что я еще могу сказать по этому поводу, если что, можете дополнить, я буду только за. что хочу сказать спасибо тем людям, которые досмотрели до этого момента, человеку, который предложил мне поучаствовать в этом ролике. Руни, спасибо тебе большое за предложение. Я надеюсь, это не последний ролик, где я тоже буду фигурировать. А так как это первое место и дальше идти некуда, я заканчиваю этот топ. И Руни завершает ролик, как он это обычно делает, а я отправляюсь по своим делам. Еще увидимся. На этом все. Надеюсь, это видео заслуживает лайк за старание. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok